Анализ защищенности веб-проектов Они хотят взглянуть на свою работу несколько с другой точки зрения, с точки зрения угроз, с точки зрения злоумышленников, которые попытаются взломать их систему. То есть для веб-разработчиков, которые хотят освоить азы анализа защищенности своих веб-проектов, с тем, чтобы понимать, какие риски есть и как эти риски минимизировать. Для кого не предназначен? Для матерых хакеров этот курс не предназначен. Они найдут его слишком легковесным. Впрочем, для них есть другие ресурсы, гораздо более интересные. Относительно того, что нам нужно будет, какие реквизиты нам потребуются и чем мы будем ограничиваться. Во-первых, ограничиваться мы будем исключительно вебом. Понятное дело, что в рамках какой-то информационной системы есть масса компонентов, любая информационная система состоит из массы компонентов. Мы будем ограничиться в основном той частью, которая отвечает пользователю в браузер. Потому что если мы будем рассматривать все, времени понадобится для этого очень-очень много. Для того, чтобы успешно пройти курс, вам понадобится, во-первых, консолька и основы работы в Linux-системе. Во-вторых, очень желательно, чтобы у вас была развернута в виртуальной машине, развернут образ Kali Linux. Это дистрибутив, который может быть использован, точнее, который предназначен для того, чтобы анализировать систему с точки зрения информационной безопасности. Там в одном дистрибутиве собрана масса-масса разных утилит. Идет поставки с CD-диском, с образом для развертывания в виртуальной системе. И, в принципе, очень интересный и удобный дистрибутив для того, чтобы с ним работать. Затем вам, возможно, захочется поэкспериментировать на какой-нибудь цели. И в качестве этой цели я могу предложить, опять же, виртуальный образ дистрибутива MetasplayTable. Это дистрибутив Linux, в котором много-много-много разных уязвимостей собраны в одном месте, оформленном в виде виртуального образа, который можно в виртуальной машине развернуть. Более того, его не рекомендуется разворачивать не в виртуальной машине, поскольку уж слишком уязвим. И с его помощью вы можете, в принципе, разные уязвимости потестировать, посмотреть, как их использовать, как их ломать и так далее и тому подобное. В нашем сегодняшнем уроке, в нашем первом уроке, мы поговорим о разных фазах, точнее, об одной фазе изучения целевой системы, анализа защищенного целевой системы, с точки зрения Black Box анализа. Анализ делится на две диаметрально противоположные части. Первая Black Box, вторая White Box. Black Box — это нулевой уровень знаний первоначальных о системе, о целевой системе. То есть для вас система представляет на момент начала анализа некий черный ящик, который что-то принимает, что-то отдает. Больше вы о ней ничего не знаете. Противоположный подход — это White Box анализ, когда у вас изначально все есть. В случае с Black Box и White Box анализом, с моей точки зрения, основная разница в следующем. В случае с Black Box анализом у нас есть некая цель на нашей целевой системе. Мы вольны использовать любые методы для ее достижения. Но использовав эти методы, мы ее достигаем, на этом Black Box анализ завершен. В случае с White Box анализом цели ставятся несколько другие. Нам нужно не достигнуть цели, а изучить целевую систему и найти все возможные уязвимости, чтобы предотвратить кого-то, кто идет с другой стороны, предотвратить компрометацию вашей системы. Таким образом, Black Box можно определить как набор следующих параметров. Во-первых, нулевая информация о цели. Во-вторых, есть определенная точка входа. Точка входа может быть как домен, то есть что-то точка ком, что-то точка ру. Веб-сайт, http, alphabank.ru, сайт Альфа-банка, вперед. IP-адрес, есть некий IP-адрес из офисного пространства некой организации. Нужно получить доступ ко всем пользователям этой организации. Может ими персоны. Кто-то заточил зуб на какую-то определенную персону и теперь пытается заломать организацию, в которой работает эта персона. Но для этого для начала нужно найти, где эта персона работает. Есть такое понятие, как поверхность атаки. Изначально, когда мы приступаем к анализу системы, у нас есть наша точка входа. У нас есть одна точка входа. И, соответственно, вероятность того, что мы найдем там какую-то уязвимость, она составляет какой-то процент вероятности. Допустим, 20%. Для того, чтобы повысить вероятности, для того, чтобы повысить шансы успешной компрометации системы, мы проводим первоначальную разведку, первоначальный анализ цели с тем, чтобы как можно больше расширить, как можно сильнее расширить нашу поверхность атаки. Из первоначальной цели в одной точке мы раскрываем нашу поверхность атаки, включая в нее соседние сервера, соседние персоны этой организации. Если у нас точка входа домен, мы включаем поддомены этой организации, либо домены, которые принадлежат этой же организации. Все это мы сваливаем в одну кучу и воспринимаем это как единую поверхность атаки. Если в первоначальной точке входа не было найдено никаких уязвимостей, мы можем перекинуться на соседние точки, посмотреть там, может быть, через какую-то у нас удастся проникнуть внутрь. Когда вы находитесь внутри, гораздо проще получить то, что вам нужно, чем если бы вы продолжали долбиться, долбиться, долбиться в одну и ту же точку, вырывая волосы, в конце концов, плюнув на все и уйдя куда-нибудь пить виски и смотреть футбол. Первоначальная цель нашей работы, то, что мы будем сегодня на нашем уроке обсуждать, это расширение поверхности атаки. Цель разведки это расширение поверхности атаки. Методы, которые применяются при получении первоначальной информации о цели, я бы разделил на две такие части. Первый это пассивный анализ. Второй это активный анализ. Пассивный анализ это методы, которые не интруизивные методы. Методы, которые не приведут к срабатыванию каких-нибудь систем защиты. Методы, в рамках которых никто ничего не нарушает. Берется публично доступная информация и только публично доступная информация. А в противоположность этому активный анализ уже включает в себя методы, которые могут заставить среагировать систему безопасности цели в том или ином случае. То есть эти методы уже осуществляют активный проб. Сравните это с космическим зондом, который летал вокруг Меркурия и осуществлял пассивный анализ посредством фотосъема. Потом у него время жизни закончилось, его направили в Меркурий, куда он впечатался успешно, взорвался, образовал кратер. Вот это вот уже активный анализ. Врезались, чтобы посмотреть, что получится. В пассивном анализе мы рассмотрим следующие вещи, следующие источники информации. Первый это система доменных имен, DNS, QIS и каким образом сети можно привязать к поверхности атаки. Второй это поисковые системы, затем код клиентской части, карта сайта, содержимое робот с TXT, версии используемых компонентов, социальные сети. Это источники данных, которые можно использовать для получения информации о цели. Точнее мы не все из них рассмотрим, но большую часть мы в том или ином виде затронем. Активный анализ. Здесь мы рассмотрим, во-первых, подбор DNS-записей, во-вторых, подбор файловых путей, brute force файловых путей, подбор пользователей, сканирование портов. Все эти действия уже требуют отправку на цель, на нашу цель, какого-то набора запросов, достаточно большого набора запросов, что может привести в худшем случае к отказу в обслуживании, в среднем случае к алерту системы безопасности со стороны нашей цели и сполошению админов, и отправке вашему провайдеру сообщения о том, что вот, видоносная активность, она замечена. В лучшем случае проигнорируется. Чаще всего, конечно, игнорируется, это, поскольку интернет это вообще среда достаточно дикой, там постоянно происходят такие вещи, поэтому системные администраторы чаще всего такие действия игнорируют. Но есть особые паранойки, почему-то они чаще всего живут где-нибудь в районе United States of America, где там любят что-то, что сразу в суд тащить. Поэтому имейте в виду, что фазу активного анализа лучше применять тогда, когда вы понимаете, чего вы, собственно говоря, делаете. Рассмотрение источников данных мы начнем с первого пункта. Это DNS, или Domain Name System. Вкратце, что такое DNS. Как вы знаете, каждое устройство, подключенное к сети интернет, обладает неким IP-адресом. 1, 2, 3, 4 клиент. Сервер имеет адрес 5, 6, 8, 12, 2, допустим. Для того, чтобы осуществить соединение, допустим, установить в HTTP-соединение, клиент должен знать IP-адрес сервера и устанавливать соединение между IP-адресами. Но в жизни людям сложно запомнить эти IP-адреса для каждого сервера. Серверов в интернете тьма тьмущая. Поэтому люди придумали такую штуку, как DNS. DNS – это распределенная система серверов, работающих по DNS-протоколу. И когда клиенту нужно обратиться на сервер, он пытается на google.com пойти в браузер. Клиентская машина сначала осуществляет запрос к DNS-серверу, заданному в конфигурации этой клиентской машины, получает ответ от DNS-сервера, что google.com находится по адресу 8.2.4.1, допустим. Затем клиентская машина уже соединяется по 8.2.4.1 IP-адресу 2.4.1 и осуществляет взаимодействие с этим сервером. То есть, DNS содержит соответствие domain IP. Помимо этого, в DNS содержится ряд другой информации, полезной нам для расширения поверхности атаки. Какая-то информация мы сейчас посмотрим. Заодно посмотрим, каким образом вручную отдавать DNS-запросы. Не требуют для этого не понимают для этого вверх. Для формирования запросов к DNS-серверу существует несколько утилит, из которых я хотел бы отметить следующее. Во-первых, NSLOOKUP присутствует практически во всех операционных системах. HOST и DIG. NSLOOKUP имеет следующий синтаксис. MinusQ не обязательно параметр с определяющий параметр запроса. Кроме просто резового доменового имени в IP-адрес есть еще ряд других запросов. Затем имя, которое мы хотим отрезовывать, то есть домен, который мы хотим отрезовывать, и сервер, необязательный параметр, сервер DNS, через который мы хотим произвести наш запрос. По умолчанию идут те сервера, которые находятся в настройках нашей клиентской машины, но если вы хотите использовать какой-нибудь другой, вы можете указать его здесь. HOST примерно то же самое, указываете имя и сервер, через который хотите отдать запрос. DIG через значок IT-сервер указываете, DNS-сервер, имя, которое хотите отрезовывать, и тип записи, который хотите получить. На этом слайде представлен пример одного из такого запроса nslookup минуску равно mx microsoft.com Что в данном случае значит минуску равно mx? Мы хотим получить mx записи для этого домена. Что такое mx записи для домена? mx запись определяет адрес DNS, адрес SMTP сервера, который принимает почту для microsoft.com то есть gates gates add microsoft microsoft.com Если вы отправите почту на пазлес gates microsoft.com ваш почтовый сервер вы отправляете через свой почтовый сервер, а ваш почтовый сервер в свою очередь сначала отдает этот запрос минуску равно mx microsoft.com и определяет какой мейлсервер готов принять почту для домена microsoft.com получает ответ что это microsoft-com .mail.protection .outlook.com и отправляет почту для этого адреса на этот сервер именно на этот сервер вот что такое миг запись с мс запись это запись которая содержит авторитетный name сервера для этой зоны вы можете отдать запрос своему DNS сервер который прописан у вас в настройках вам придет в большинстве случаев в подавляющем случае не авторитетный запрос этот запрос который тот ответ который ваш DNSR когда-то закэшировал у себя и отдает вам закэшированный результат если же он никогда не встречался с этим доменом именем допустим вы что-то вводите то что раньше никто не резол сначала DNSR ваш DNSR обратится к авторитетному для данной зоны DNSR получит результат затем уже переправит вам вы можете напрямую у авторитетного для данной зоны DNSR задать запрос в этом случае данные это полезно в случае если вы подозреваете что данные которые находятся в кэше вашего сервера несколько устарели отличаются от тех данных которые находятся на авторитетных DNSR то есть DNSR выстроены в своеобразную иерархию есть некий домен domain .com есть DNS сервер который содержит эту зону он содержит эту зону зона значит этот домен и все под домен то есть x.domain.com alpha domain.com r.x.domain.com все под домены этой зоны содержатся на этом DNSR и есть ваш DNSR через который вы производите запросы в случае если в кэше вашего DNSR запроса этого ответа нет он идет к основному DNSR для этой зоны получает ответ и уже передает его вам как пользователю нам как персоне которая хочет проанализировать с точки зрения безопасности некую цель target.com полезно было бы знать все домены относящиеся к этой зоне то есть все домены относящиеся к зоне target.com поскольку среди них вполне может быть что-то весьма весьма интересное напрямую мы обращаемся на target.com там вообще веб-сервис нету target.com не отвечает мы можем конечно подумать что есть вв.target.com и правда вводим браузы получаем некую страницу но кроме но кроме этого может быть ряд других страниц которые находятся на других доменных именах и вот получить их все и включить в свою поверхность атаки это в принципе такой классический путь по которому идут злоумышленники и это в принципе оправданно потому что все они будут логически связаны друг с другом и перекинуться с одной на другую в большинстве случаев достаточно просто получить список поддоменов данной конкретной доменной зоны это задача которая называется зонтрансфер зонтрансфер в большинстве случаев запрещен поскольку как раз помогает злоумышленникам очень быстро расширить свою поверхность атаки до неимоверных величин но в некоторых случаях системы администраторы забывают это правило запрет на зонтрансфер для недоверенных DNS-эверов зонтрансфер нужен для того чтобы два доверенных DNS-сервера обменивались информацией в некоторых случаях это забывают и в результате чего запрос на трансфер зоны может быть выполнен с доверенного DNS-сервера с помощью NSLOOKUP запрос на трансфер зоны может быть выполнен следующим образом NSLOOKUP минус q равно NS с зонтрансфер точками мы в данном случае мы используем зонтрансфер точками как домен в котором специально разрешен трансфер зоны то есть это доменная зона специально для этих целей сделаны чтобы люди во всем мире могли посмотреть как делать не надо что мы делаем первым запросом NSLOOKUP минус q равно NS зона трансфер ми мы выдергиваем авторитетные DNS сервера для этой зоны чтобы нам дергать зону не с какого-то DNS сервера слева прописано у нас в настройках или помощь недоступного мы хотим использовать основной DNS сервер для этой зоны его мы получаем с помощью этой команды затем с помощью команды dig выполняем следующий запрос зонтрансфер.ми add DNS сервер axfr сюда мы указываем DNS сервер полученный на этом шаге вот это тип запроса который мы хотим выполнить в результате этого запроса нам выдастся список поддоменов зоны зонтрансфер.ми среди которых есть масса интересных who is почти как DNS только немножко для других целей who is предназначен для сохранения регистрационной информации о сетевых объектах таких как домены сетевые блоки сетевые адреса сети и так далее в who is работает по принципу who is серверов то есть есть who is сервер отвечающий за тот или иной регион ту или иную подсеть посредством клиента вы отправляете на него запрос с каким-то кейвордом получаете ответ стандартной практикой является следующий паттерн использования who is во-первых у нас есть в качестве входной точки наш домен domain domain.com сначала мы его резолюем nslookup domain получаем некий IP-адрес затем используем who is с этим IP-адресом мы получаем сеть которая принадлежит этот IP-адрес то есть мы получаем хостик провайдера этого этого домена в некоторых случаях мы получим запись о том что данная сеть данная подсеть принадлежит какой-то организации которая принадлежит этот же домен то есть в этом случае можно считать что мы получили некую подсеть принадлежащую организации и всю эту подсеть допустим 256 адресов мы включаем нашу поверхность атаки если выполнить хуиз по домену мы получим регистрационную информацию которая позволяет сохранять локальный регистратор для этой зоны в базе данных куиз раньше в России можно было получить информацию относительно того на какую персону записан этот домен телефон этой персоной email этой персоной технический контакт и так далее сейчас все это закрыли и сейчас в зоне рул данную информацию получить нельзя зато прекрасно можно посмотреть в хистри по хуиз в интернет вещь большая можно вполне найти хистри из баз данных и там старые домены можно легко идентифицировать по принадлежности в зоне клум такого ограничения нет но многие стараются делать это ограничение регистрировать через домен прокси сервисы когда вы регистрируете домен платите дополнительную денежку и все ваши контакты заворачиваются на один сервис и в хуиз базе данных они не видны то есть не видно что этот домен принадлежит вам если вы в принципе если хотите можете сделать так чтобы было видно что этот домен принадлежит вам из командной строки отдать запросы хуиз достаточно просто используется стандартный клиент который называется сюрприз хуиз в качестве кейверда вы задаете либо домен либо IP либо ник handle ник handle персоны на которую записан тот или иной сетевой блок или тот или иной домен для того чтобы посмотреть какие еще домены сетевые блоки на эту персону записаны в качестве флага вы можете определить какому хуй сервису отдавать запрос запросы какому хуй в хуй сервису отдавать запросы клиент в принципе определяет сам в случае с доменом берется суффикс домена ru в случае с доменами в зоне ru точка хуй из серверс точка нет таким образом конструируется конкретно хуй точка конкретного обращения вы принципе можете переписать перенаправить все запросы на какой-то конкретно хуй сервер на котором вы знаете есть какая-то интересующая вас информация здесь ничего сложного нет поисковые движки средства на самом деле мощнейшие для первоначального анализа цели для фазы разведки очень много интересного находится поисковых движках и они предоставляют информацию с пугающей легкостью относительно конкретной цели поисковых движков сейчас есть много разных google yahoo яндекс шодан и же с ним наиболее популярный в мире гугл знаете у нас в россии яндекс вы это тоже знаете есть ряд других например шодан это специализированный поисковый сервер не по степи а даже по сетевым блокам и протоколам которые используются на том или на IP адресе это немножко не веб поисковик но тем не менее достаточно интересная вещь у поисковых движков есть своеобразный язык запросов думаю во время отремени сталкивались с этим языком запросов вы знаете что если два слова ввести просто будет искаться вхождение этих двух слов если два слова ввести в кавычках будет искаться точное вхождение это слово второе слово точно после первой они вместе между ним ничего нет помимо этого есть специальные типы запросов которые можно применять в рамках поиска которые нам весьма полезны и которые будут манифицировать скоп в котором поисковая машина будет искать результаты из таких запросов хотелось бы выделить следующий во-первых in url который позволяет задать какой-то паттерн который должен встречаться обязательно должен встречаться в url с посылки у вас есть некий target точка ком слэш админ вы вводите in url двоеточие админ и ваш target точка ком слэш админ будет среди результатов дело там среди результатов сайт сайт определяет скоп по сайту то есть искать все документы которые находятся в на определенном сайте мы вводим здесь target точка ком и нам выдаст в качестве результата вместе в совокупности с этим in url in url двоеточие админ пробил сайт двоеточие target точка ком нам выдаст в точности адрес администраторского интерфейса на target точка ком в качестве ссылки файл тайп позволяет определять тип документов по расширению которые мы хотим поискать укажем здесь текст будем искать текстовые документы укажем pdf будем искать pdf укажем файл type двоеточие pdf и сайт некий сайт будем искать все pdf находящиеся на этом сайте вдобавок к этому укажем что-нибудь типа error test и же с ним мы можем получить какую-нибудь служебную страницу с нашего интересующего нас сайта кэш кэш позволяет в качестве параметра принимается урл допустим target.com target.com и поисковая машина этот модификатор он применим в основном к гуглу гугл вернет закэшированную копию содержащуюся по этому урлу текущее содержимое может отличаться но по запросу кэшу вернется закэшированная копия в принципе может добавить сюда слэш админ и посмотреть был ли когда-то в прошлом неавторизированный доступ на target.com слэш админ вполне возможно что и был как один из вариантов развития идеи о начальном сборе информации робот текст файл робот текст был создан как соглашение между разработчиками веб-проектов и разработчиками поисковых систем и содержит директивы для поисковых систем относительно того какие каталоги не надо индексировать какие надо индексировать и от каких стоит держаться подальше то есть запреты для роботов заходить в определенные каталоги все было бы хорошо если бы среди этих определенных каталогов разработчики веб-проектов часто не указывали какие-нибудь каталоги которые существенные с точки зрения безопасности такая распространенная и весьма плохая практика это скрытие чего-нибудь сенситивного через чего-нибудь чувствительного через странное наименование то есть мы скрываем делаем директорию не слэш админ а что-нибудь типа слэш и а 38 jfk5 2 переименовываем папку огни думать что она никогда никуда не всплывет это само по себе глупо но еще более глупо это бояться что проиндексирует робот проиндексирует эту папку и запихивать ее в робот стэкстэ в качестве дизао здесь вообще замечательно вы заходите на сайт вы открываете робот стэкстэ а робот стэкстэ вы можете читать это обычный файл который лежит в корне директории веб доступный для роботов и для вас в том числе вы открываете робот стэкстэ видите там дизао с вот этим странным именем первое что вы делаете заходите туда и видите приглашение ввести логин пароль для админа это в лучшем случае а в худшем случае админский интерфейс потому что думают что никто не найдет найдут причем это из реальной жизни к сожалению html код это еще один источник информации который вы можете с легкостью получить достаточно зайти на сайт нажать показать исходный код страницы и вот он у вас что здесь можете получить во-первых комментарии в них иногда содержится масса-масса разных интересных вещей очень нравится когда разработчики этой системы внутри комментариев начинают переписываться можно понять некую логику работы внутренней кухни этой компании затем версии распространенных продуктов если используется какой-то компонент в рамках этой веб-системы мы можем определить по html коду в некоторых случаях версию этих продуктов конечно было бы здорово если бы там было написано что используется php-bb версия такая-то и точка такая-то но часто версии не попадают исходные коды зато зато типы именований файлов типы директорий имени имена директорий кастомные джейс-скрипты с кастомными именами которые могут пролить свет относительно того что именно крутится на той стороне на стороне вашей веб-системы по html коду вполне себе понять можно параметры здесь я имею ввиду те параметры которые вы не встретите во время работы веб-системы все getpost параметры которые каким-то причинам не используются если они используются вы их рано или поздно рано или поздно на них наткнетесь при анализе веб-системы но если же они не используются следы их можно найти в html коде например в случае с gs и динамическим вызовом методов в той ветке которая никогда не вызывается допустим в случае с комментариями какая-нибудь закомментированная часть где используются какие-то кастомные параметры если вы такое встречаете то посмотреть что будет если целевой системе таки скормить эти параметры или таки перейти по той папке которая в комментариях находится это очень-очень здравая идея поскольку иногда бывает весьма весьма странный результат и наконец файлы и пути файлы и пути относительно локальной веб-директории вы можете посмотреть какие там наименования встречаются то есть заглянув в html код вы поймете что на сервере есть папка img есть images есть uploads есть еще что-то откуда загружаются разные документы сканирование портов сканирование портов ставит своей целью изучение цели с точки зрения TCP соединений и попытка понять какие еще сервисы находятся на этой цели помимо того к которому мы изначально пришли то есть есть ли там что-нибудь помимо HTTP есть масса утилит для сканирования портов для сетевого сканирования начиная от nmap unicornscan massscan и так далее то есть консольных версий до любых систем автоматизированного тестирования веб-приложении которые на определенном этапе типа Nesos типа Acunetics и так далее которые на определенном этапе все равно включают в себя моду для сканирования портов мы рассмотрим сканирование портов на примере nmap эта утилита достаточно старая существует давным-давно хорошо обточенная масса алгоритмов заточенная под сканирование быстро хорошо и удобно помимо этого в составе nmap в последнее время включили мощный язык поддержки скриптовской nmap scripting engine посредством которого реализовали ряд дополнительных проверок то есть мне нравится мы вызываем наш nmap как nmap-ss что означает sin-scan мы отправляем sin и смотрим на реакцию системы на этот пакет минус т4 в данном случае определяет тайминг темплейт большее число более агрессивно но быстрее меньшее число мы будем дольше ждать минус n определяет что мы не хотим нарезовывать обратно IP адреса тоже влияет на скорость работы и затем target это наша цель которую мы сканируем результаты работы этой команды с некой целью которую я отсюда замазал находится здесь на на этом рисунке что нам здесь показал nmap нам показал что у нас из интересного открыт 21 22 открыт некий 3306 с msql 8443 с HTTPS помимо этого у нас есть ряд других открытых портов я бы на месте злоумышленника сначала бы залез бы сюда поскольку это HTTP поднятый на верхнем порту и там обычно размещают что-нибудь довольно интересное по умолчанию если ввести какой-то домен браузер лезет на 80-й порт на 443 его перенаправляют с 80-го в случае если на на сайте сделано зашифрованное соединение как требование на порт 8443 никакой браузер по умолчанию не лезет ему нужно принудительно указывать domain main.com двоеточие 8 4 4 4 3 чтобы направить браузер на этот порт и там вполне вероятно визит что-то интересное то есть nmap нам выдал список открытых портов и какие версии софта на нем на них висят на самом деле эта команда выдает не совсем корректную версию не совсем корректные версии софта поскольку все что в данном случае в данном вызове команда nmap делает это берет номер порта заглядывает в слэш etc слэш services и берет оттуда соответствие номер порта сервис но на 3306 не факт что висит мой SQL туда вполне какой-нибудь безумец повесить то же самое http поэтому в nmap есть специальные флажки для проверки того какие сервисы на каких портах висят в частности флажок осуществляет более углубленный анализ цели это займет дольше времени но зато вы получите анализ баннеров отдаваемых тем или иным сервисом и у вас гарантированно подсветится http там где он есть даже если порт будет нестандартным затем порты по умолчанию мы не указали порты поэтому сканирование ведется не по всем портам единица 65535 а по портам которые находятся в базе данных nmap как наиболее популярны для того чтобы указать какие-то специфические порты мы используем ключик минус п маленькая затем указаны порты указывать можем в виде либо перечисления 1 2 3 3 и так далее либо рейнджа 1.8 порт с 1 по 8 либо комбинации того другого 1 8 . 6 9 и так далее если вы хотите просканировать все порты вы используете минус п 1.6 5 5 3 5 в этом случае просканируется вообще все порты относящиеся к данной цели 5 5 5 5 6 9 9 9 10 12